Если через 48 часов не можно найти человека, который будет вас держать, играть или жить, назад в Китай. А там скучный такой человек сидит и говорит, я на вас буду жениться. Он говорит немножко по-русски, моя мама 16 лет, говорит, хорошо. Тогда он взял ее, сразу женил, пошел в офис. Он был пьяницей, он был такой грубый человек. И у него уже была жена. А он, у нас, ей 16 лет, он ей сказал, он врал, сказал, закон такой, что я могу иметь две жены. И она была как услуга ему и дала ему два ребенка, это мои два старшие брата. Но он был противный человек, он ее всегда был, он пьяница был. И один день он пришел и совершенно скреб на него, говорит, что я убил человека. Я взял бутылку, мы начали дракать. Я в горло засунул бутылку, и он сейчас мертвый. Пряти меня, пожалуйста, потому что полицейский скоро придет, меня возьмет в тюрьму. Когда моя мама взяла, прячила его под кровать, взяли эти два брата мои, им было 3 и 6. Взяли машину и начали отправить от Сеатла до Сан-Франциско. От нее было 32. Что случилось в Сан-Франциско? Мой отец приезжал в Сан-Франциско. Он красивый человек, он диакон в церкви. Пошел играть в теннис. Он играет в теннис в Сан-Франциско. Там девушка стоит и говорит, могу я с вами в теннис играть? Да, да, да. Они играют. Она говорит, а я слышу, что ваша честь папишка, да, мой честь папишка, я слышу, что вы в хороший дом живете, да. Она говорит, а вы знаете, что у меня есть чудесная вещь. Мои уехали, но они оставили бутылку виски. И хотите попробовать бутылку виски? Мой отец не знает от виски, говорит, да, попробуем. Он пошел, тогда что он помнит, что он помнит, что он помнит, что он спал, а потом он стал совершенно голый, лежит на весла. И она идет вниз и говорит, Сергей, Сергей. Ты окей? Да, все нормально. Мой отец не знает от вашего. Мой отец не знает, пожалуйста. Конечно. Спасибо. И она говорит, она ему говорит, да, вы пили виски, запьянули, и вы меня взяли в кровать, и я сейчас имею ребенка. Это через 10 лет. Он ее совершенно не знает. Нам надо жениться. Тогда они пошли, поженились, потому что, так это может быть, что сын от батюшки сделал ребенок. Это, конечно, у него не было никакого ребенка, это был отман, но он был совершенно дурак, он это не знал. Когда он женился на ее, и с ней имел, 6 лет прошло, и тогда только у них был один ребенок, мальчик мой брат. Но это спадьбы никогда не было, это любовь там не было. Тогда он начал, он хотел взять развод. Он взял поезд и поехал в город Рино-Невада, где вы будете. Рино-Невада. И там начал развод. А моя мама тоже, потому что она бегала от другой мужики, она тоже поехала на поезд в Рино-Невада, чтобы там иметь развод. Они сидят, он сидит в бар, один ночь пьет водки, думает, вот моя судьба такая. И вот видит, что там русская женщина. Он приходит, говорит, я Сергей, она говорит, да, я Соня. Ну, как интересно. А почему вы здесь, я беру развод? О, я тоже беру развод. А где вы жили? Я жила в Харбине. Он говорит, да, я тоже жил в Харбине. Это интересно. А где вы жили, на какой улице? Она сказала, он сказал. И сразу они узнали, что когда они были маленькие, 3-4-5 лет, они вместе играли. Почему? Потому что ее мама, моя бабушка, белоковер в церковь, где мой отец имел церковь. Это обидно, что это как мы говорим, что... Дед, дед имел церковь. Судьба как-то взяли эти две, так, а потом обратно через 30 лет вместе играли. Это хорошая сказка. А я не понял, как она ехала на пароходе, еще раз повторите. Ей было 16 лет, и чтобы доехать... Ей было 16 лет, чтобы доехать в Штаты, у нее не было деньги. Когда она говорила, что она будет играть на балалайке и петь на пароходе, как выставка, и когда они сказали, что тогда вы можете в скучную комнату сидеть, и мы приедем в Сан-Франциско. Это... Ей было 16 лет. Когда у меня фото, моя мама с балалайки стоит на пароходе, старинный пароходе. Это романтика, что они только и... Моя мама только знала моего отец, когда они были маленькие мальчики и парни. Это судьба. Вече случилось. То есть, к тому моменту у мамы было двое детей, а у него был один сын. Один детей. И он разбился, и они женились, и родили себе. Дик и другой. А, еще один. За пять. За пять. Но, да. А тот мальчик остался с твоей женщиной, и тот мальчик остался, обманул. И он, у него... Она была немножко сумасшедшая. И тоже этот брат, немножко мозги не работала. Вот так очень хорошо. А другие два пупсики, которые мама родила...